Доброго дня всем, кто работает на земле! Сегодня, 4 октября, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Мобилизация фермеров осталась на совести губернаторов. Пшеница на мировом рынке резко подорожала. Правительство отказалось от индексации цен на удобрения. Эти и другие новости далее в выпуске. Сегодня он выходит при поддержке компании «Лилиани» – производителя техники для агрологистики и хранения зерна. Начнем обзор с главной темы прошлого выпуска – частичной мобилизации. Все аграрии были встревожены тем фактом, что под призыв попадают работники АПК и главы хозяйств. Появились первые неофициальные инструкции, как получить бронь на своих сотрудников. И мы, конечно, ожидали, что этот вопрос будет широко обсуждаться на так называемом посевном совещании у президента России, которое состоялось в прошлый вторник. Но ни министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, ни один из губернаторов нашего южного аграрного треугольника вслух ни слова на эту животрепещущую тему не произнесли. Зато сам президент в приветственном слове призвал глав регионов и сельхозпредприятий оказать поддержку семьям работников АПК, которых забрали на сборы. Тем самым Владимир Путин дал понять, что сам факт работы в сельском хозяйстве еще не причина, чтобы избежать призыва. Такой же ответ был дан россиянам на сайте Объясняем.РФ. Эксперты сообщили, что фермеры будут призываться на общих основаниях. А Минсельхоз России даже приготовил особый порядок распоряжения грантами Агростартап и Агропрогресс на случай, если главу КФХ забрали. Он может кому-то передать право пользования имуществом хозяйства или вообще закрыть хозяйство без обязательства выполнять целевые показатели. В то же время президент АКОР Владимир Плотников направил обращение в правительство России о предоставлении отсрочки крестьянам для завершения сельхозработ, а также главам КФХ, без которых невозможна дальнейшая деятельность хозяйств. Аналогичное мнение выразила депутат Госдумы Юлия Глоблина. Но судя по информации, которую мы получаем из регионов, на местах здравый смысл все-таки победил. Например, у нас в Ростовской области по поручению министра сельского хозяйства Константина Рачиловского администрации муниципальных районов стали составлять списки критически важных для хозяйств работников. Причем фермеры в эти списки могут вписать и себя. Благодаря этой протекции наш агропромышленный комплекс продолжает действовать в штатном режиме. Надеемся, что такая же ситуация и в других регионах. Новость о том, что Владимир Путин привлечет 300 тысяч военнообязанных для участия в специальной военной операции, взбодрила зерновой рынок. Зарубежные аналитики пишут о возможной дальнейшей экскалации конфликта. А это значит, что поставки зерна из Черноморского региона снова будут под угрозой. На тревожной политической повестке пшеница в Европе уже к среде подорожала до почти 354 евро за тонну. Таких высоких цен мы не видели с июля. В пятницу рынок получил новый толчок в виде ежемесячного отчета Минсельхоза США. В нем ведомство указало, что Америка соберет 44,9 миллиона тонн пшеницы, то есть на 4,5 миллиона тонн меньше, чем прогнозировалось ранее. Такое значительное понижение прогноза почти на 9% подстегнуло европейскую пшеницу к еще большему росту. Теперь ее цена 357 евро за тонну. Растет в цене и кукуруза. В пятницу Европейская комиссия заявила, что урожай культуры будет худшим за последние 15 лет. Всего 55,5 миллиона тонн. На бирже мотив кукуруза дошла до 341 евро за тонну. Экспортная цена на российскую пшеницу тоже следует мировому тренду. И по данным аналитического центра Росагротранса повысилась до 327 долларов за тонну. Эта цена за пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре. Как видите, российское зерно стоит на 20 долларов дешевле. И это позволяет предполагать, что спрос на нее будет расти. Соответственно, будут расти и темпы закупок зерна у сельхозпроизводителей. Однако закупочные цены в портах, в отличие от экспортной цены, не растут, а падают. Как падают цены и на всем внутреннем российском рынке. Эта негативная динамика имеет ряд причин. В качестве основной Росагротранс назвал укрепление рубля. Стоимость доллара 30 сентября в ходе торгов на московской бирже опускалась ниже 54 рублей. В этой связи экспортеры уже пересмотрели свои прайс-листы в сторону снижения. И эта тенденция может продолжиться, предупреждают в Росагротрансе. Цены на зерновом рынке зависят от множества факторов. Один из них – нехватка скотских помещений. Это особенно устро ощущается в годы, когда страна собирает высокий урожай. Компания «Лилиани» предлагает хранить зерно в специальных рукавах. Для оптимизации сева и уборки использовать бункеры-перегрузчики. Подробнее в сюжете с выставки Минводы Агро. На международной выставке Минводы Агро свою продукцию представила компания «Лилиани», которая более 20 лет занимается производством агротехники. Компания осуществляет поставки техники по всей территории России и ближнего зарубежья. Компания производит такую технику, как бункера-перегрузчики, машины зерноупаковочные, машины зерноразгрузочные, разной тонажности и объема. Бункер-перегрузчик – универсальная техника, которая используется при пассивной компании, при уборочной компании, также при разбрасывании удобрений по умерзлаталой почве. Зерноупаковочная машина МЗУ-01. Машина служит для упаковки собранного урожая, хранится в пластиковых рукавах, в поле, так и на специализированных подготовленных площадках, как от плюсовых до минусовых температур. Наша задача входит не только продать технику клиенту, а настроить, обучить технологии, как трехзвенные уборки, так и хранение собранного урожая. Компания «Лилиани» продвигает инновационные технологии сева, уборки и хранения зерна, в том числе влажного. Благодаря им российские аграрии снижают издержки на 30-40%. Инвестиции в зерноуборочную и пассивную технику на 25-30%, а в зернохранение – в 10 раз. Высвободившиеся средства в руках агрария позволят ускорить развитие сельского хозяйства в России, повысить эффективность и поспособствуют укреплению продовольственной безопасности нашей страны. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что в этом году аграрии получат субсидии на зерно в размере 2000 рублей на тонну. Когда мы прочли это заявление в интервью РБК, то не поверили своим глазам. Демпферную субсидию на тонну зерна в России выплачивали уже дважды. И каждый раз ставка этой субсидии была просто смешной. В Ростовской области, например, она составляла около 200 рублей, в то время как пошлина изымала с тонны по 5000 рублей. Мы не поленились и прочли постановление правительства, на которое ссылался Патрушев. Действительно, все так и есть. Государственный бюджет выделил регионам в этом году дополнительно еще раз 10 миллиардов рублей на субсидирование зерна. Правда, субсидированию подлежит только то зерно, которое было реализовано с 1 августа 2022 года. В постановлении сказано, что указанные средства позволят оказать дополнительную поддержку на производство и реализацию зерновых культур в объеме 5 миллионов тонн. Откуда взялись эти 5 миллионов тонн, нам непонятно. Потому что даже если посмотреть на экспорт, то уже за границу было вывезено значительно больше зерна. 3,7 миллиона тонн в августе, 5 миллионов тонн в сентябре. А пока дело дойдет до распределения субсидий, мы увидим еще плюс 5 миллионов тонн октябрьского экспорта, если не больше. Определенно можно сказать только одно. По ставке 2000 рублей за тонну будет просубсидировано всего 3,5 процента урожая пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, субсидия позволит российскому АПК и дальше демонстрировать впечатляющие результаты. Ну и по-прежнему забавно смотрится заявление на сайте правительства, что благодаря этой субсидии аграрии смогут компенсировать до 50 процентов своих затрат. Напомним, что экспортная пошлина на пшеницу с 5 октября составит 2119 рублей, на ячмень 1850 рублей, на кукурузу 3295 рублей за тонну. Отменять пошлину, несмотря на многочисленные просьбы участников рынка, никто не собирается. Более того, министр экономического развития заявил, что во многом благодаря пошлинам финансирование АПК превысило 400 миллиардов рублей. Оказалось, что если деньги сначала забрать из сельского хозяйства, а потом вернуть, то это тоже можно считать государственной поддержкой. Министерство сельского хозяйства пока отказалось от планов индексировать цены на минеральные удобрения. Это связано с тем, что зерно и масличные на рынке дешевеют. Мы вернемся к вопросу индексации цен на минеральные удобрения, когда у нас начнет расти цена на сельхозпродукцию, сообщила замминистра сельского хозяйства Оксана Луд. Цены на удобрения должны сохраниться на летнем уровне, а сельхозпроизводители должны быть уверены, что смогут приобрести удобрения, подчеркнула замминистра. По данным Росстата, в январе-августе текущего года производство фосфорных удобрений немного выросло на 1% до 2,9 миллионов тонн в пересчете на действующее вещество. Азотных удобрений выпустили больше на 3,7% до 7,8 миллиона тонн. При этом производство калийных удобрений упало на 9,5% до 16 миллионов тонн. Скорее всего, это связано с падением поставок за рубеж. Но в целом аграрии могут быть уверены, что удобрений хватит на всех. В России продолжают звучать идеи борьбы с влиянием недружественных стран в сельском хозяйстве. На встрече с Владимиром Путиным министр Дмитрий Патрушев подтвердил планы Минсельхоза квотировать импорт семян. Правда, оговорился, что на покупку семян российской селекции будет выделена господдержка. Впрочем, с будущей квотой на импорт семян мы уже как-то свыклись. А вот глава ВТБ Андрей Костин предложил кое-что новенькое. Агентство Reuters сообщило, что Костин направил Владимиру Путину письмо с просьбой издать указ, запрещающий экспорт зерна компаниям, которые связаны с недружественными государствами. Такие фирмы, по мнению Костина, не должны иметь право закупать у растеневодов зерно и масличные, хранить и переваливать эту продукцию в портах, а также продавать ее за рубеж. Цитата. Экспортеры из недружественных стран владеют приблизительно 15 процентами перевалочных мощностей российских портов в Азово-Черноморском бассейне, что позволяет им извлекать дополнительные доходы от торговли российским зерном, в то время как российская экономика и бюджет упускают значительные доходы, приводит агентство слова главы ВТБ. Напомним, в начале сентября издание «Коммерсант» отмечало, что на фоне сложностей с поставками российского зерна за рубеж изменился состав крупнейших экспортеров. Из стройки лидеров выбыла Диметра Трейдинг, входящая в Диметра Холдинг, где 45 процентов контролируют ВТБ. А против ВТБ, напомню, были введены санкции. При этом канадская Витера, агрохолдинг Степь и Луис Дрейфус из Нидерландов укрепили свои позиции в экспорте зерна. Росвельхознадзорств 14 октября приостановит поставки в Россию инкубационных яиц и другой птицеводческой продукции из Чехии и Нидерландов, сообщает ведомство. Причина – вспышки гриппа птиц в этих странах. Штамм H5N1 начал распространяться по Европе, Азии и Африке в конце прошлого года. В Европе с начала текущего года зарегистрировали более 4000 очагов заболевания. ЕС и Великобритания были вынуждены уничтожить почти 48 миллионов птиц. Серию вспышек гриппа птиц называют крупнейшей за всю историю Европы. Во Франции и Нидерландах уже начались испытания вакцины против гриппа птиц, но ее эффективность под вопросом. В России в августе Россельхознадзор зарегистрировал инактивированную эмульсионную вакцину Авифлувак для профилактики гриппа птиц. Но, однако, она разрешена для применения пока только в ЛПХ. Газета «Ветеринария и жизнь» пишет, что птицефабрики уже обратились в Минсельхоз с просьбой разрешить им вакцинацию и промышленного поголовья. Несмотря ни на что, заканчиваем выпуск хорошей новостью. Ученые всероссийского НИИ масличных культур, которые находятся в Краснодаре, передали на государственное сортоиспытание новый сорт сои под названием рысь. Этот зверь обещает стать любимцев аграриев. Рысь – крупносемянный сорт, масса тысячи семян составляет 185-190 граммов, с повышенной холода и заморозкоустойчивостью и пониженной реакцией на длину светового дня. Он не боится избыточного увлажнения, не наклоняется и не полегает от влаги, пригоден для очень ранних сроков сева. На Кубани это конец марта-начало апреля. В конкурсном сортоиспытании в условиях Краснодара в среднем за три года урожайность рыси составила свыше 29 центнеров с гектара. А название сорт рысь получил за внешнее сходство с окрасом дикой кошки, а также за умение приспосабливаться к суровым условиям. Ждем с нетерпением регистрации сорта в реестре и хотим подбросить селекционерам еще одну идею. Когда вам снова удастся создать сорт или гибрид, который будет устойчив к заморозкам и жаре, к засухе и переувлажнению, дефициту удобрения и контрафактной химии, назовите его, пожалуйста, российский крестьянин в 2022 году. Очень хочется, чтобы чудеса стрессоустойчивости, которые демонстрируют наши аграрии сегодня, были увековечены в истории. Это все на сегодня. Нажимайте лайк, если вы с нами согласны, и встретимся 18 октября. Субтитры создавал DimaTorzok